В Татьянин день все студенты страны шумно и празднично отметили свой профессиональный праздник. За успехи в учебе руководство вузов лучших студентов наградили грамотами. А студенты одного из хабаровских университетов в этот день получили возможность закрыть долги по сессе в схватке с преподавателями. Смотрите далее. По давно сложившейся традиции на Татьянин день студенты и преподаватели Дальневосточного университета «Пути и сообщения» выходят на площадку перед вузом для того, чтобы отпраздновать День студента, участвуют в различных конкурсах. Но главным событием становится состязание команды студентов и преподавателей в перетягивании каната. Есть такой секрет и в такой поверье, что если студенты победят преподавателей в перетягивании каната, то им спишутся все долги по сессиям. Но скажу так сразу, что еще пока ни разу студенты не выигрывали. Ни разу не выигрывали, а в этот юбилейный год 80-летия университета взяли и выиграли. Теперь преподавателям ничего не остается, как выполнить обещания. Но не всем требуется такой бонус. Студентка 4-го курса Мария Жаркова, к примеру, к обучению относится серьезно и старается не оставлять хвостов. Вот универ у нас шел, да, они там практически не учатся, они проводят всю жизнь в общаге, вот, там тусуются где-то, а студенчество совсем другое. Мы учимся почти целый день, вот так вот. Мы, у нас не только лекции, у нас практики, у нас очень много курсовых, вот, мы чертим шестиметровые схемы, станции, вот, суточники, это очень тяжело. Их студентов из республики Сахай-Якутия, как, в общем-то, студентов, хотят поздравить в этот замечательный день и пожелать им, во-первых, здоровья, во-вторых, стремления к лучшему, стремления и в учебе, и в творчестве, и в спорте, чтобы разносторонне развиваться. И эти годы, чтобы они прошли, в общем-то, в хорошей, позитивной атмосфере, найти себе хороших друзей. Потому что правильно считается, что студенческие годы – это самые лучшие годы, это самые позитивные, это самые годы, когда человек, в общем-то, сознательно делает свой выбор и работает над собой, и в будущем становится хорошим специалистом.